Мы подошли к тому, чтобы научиться вызывать методы REST API без стандартной клиентской JavaScript библиотеки. На слайде вы видите, что в реальности работа с REST API на уровне серверного языка очень проста. Фактически, нам нужно вызывать URL на нашем портале, передавая в качестве параметров название метода REST API, код авторизации приложения и, в зависимости от конкретного метода, набор прочих входных параметров. А откуда нам взять код авторизации? Как я уже говорил, приложение второго типа получает код авторизации от битрикс24 в виде параметров подзапроса. Так что нет никаких проблем с тем, чтобы подставить его при вызове нужного нам метода REST API. Проведем небольшой эксперимент, вставим вызов функции printR в наш индекс PHP и посмотрим, какие именно параметры нам приходят. В частности, вот этот самый authID и является нужным нам кодом авторизации. Давайте переделаем наше приложение на вызов REST API средствами PHP. Сейчас нам придется еще чуть-чуть погрузиться в вопрос авторизации. Хотя, снова подчеркну, на текущем этапе про явную авторизацию речь еще не идет. К этому мы придем позже. Начнем с того, что заведем файл Application.php, в который постепенно будем переносить реализацию нашего приложения на уровне PHP. Пока содержимое этого файла будет очень простым, чтобы просто продемонстрировать, как именно мы будем вызывать методы REST API. Для начала преобразуем параметры авторизации, которые нам пришли от Bitrix24 в request, в специальный вид. В основном нам потребуется переобозвать параметры RefreshID в RefreshToken, а AuthID в AccessToken. Потому что именно так должны называться параметры авторизации в дальнейшем при использовании явной аутентификации по протоколу Auth2.0. Нам не сложно, а потом пригодится. Далее мы обращаемся к функции GetBitrix24, которая создает экземпляр специального класса, отвечающий за выполнение любых запросов к Bitrix24. Как связанных с авторизацией, так и связанных с выполнением конкретных функций REST API. Экземпляр этого класса поможет нам инициализировать экземпляр другого класса, Bitrix24User, который послужит оберткой вокруг функции REST API для работы с пользователями. В частности, и этот класс позволяет нам выполнить функции REST API UserCurrent. Получив результат в массив, мы можем воспользоваться этим в файле index.php, присвоив значение JavaScript переменной CurrentUser, что в свою очередь позволит нам избавиться от запросов данных о текущем пользователе в методе DisplayDeals. Здесь, как вы видите, мы теперь сразу обращаемся к методу GetCurrentUsers. Больше ничего на уровне JavaScript мы пока менять не будем. Вернемся к PHP. Как работает GetBitrix24? Функция создает экземпляр класса Bitrix24, подставляет в его соответствующие свойства наши параметры авторизации и пытается проверить актуальность того самого кода доступа под названием AccessToken. Если код вдруг оказался устаревшим, то функция пытается запросить новый, используя для этого прочие параметры авторизации. В нашем случае мы пока можем не углубляться в этот вопрос, хотя бы потому, что в тот момент, когда GetBitrix24 загружает наш index.php во Frame и передает ему код авторизации в постзапросе, этот код точно является актуальным и проверка носит, таким образом, весьма общий характер. Посмотрим, что из себя представляет класс Bitrix24 User. Он является потомком базового класса Bitrix24 Entity, у которого есть только конструктор, служащий для запоминания экземпляра класса Bitrix24 в переменной Client. То есть, общими словами, у нас есть один экземпляр специального класса Bitrix24, который умеет обращаться к порталу Bitrix24. И будет куча разных классов, которые будут заточены на формирование конкретных функций RestApp, и которые будут каждый раз дергать наш единственный экземпляр Bitrix24 для реального выполнения этих самых функций. Смотрите, например, что делает метод Current у класса Bitrix24 User. Он обращается к Client, то есть к тому самому единственному экземпляру Bitrix24, и вызывает у того метод Call, передавая ему название функции RestApp и UserCurrent и параметры, нужные для этой функции. В данном случае передается незначимый параметр, поскольку таковых у UserCurrent нет, а системные случайные значения, служащие для обеспечения дополнительной безопасности вызовов. Аналогично устроен метод, например, Get, который является оберткой для функции RestApp и UserGet. Мы передаем в него параметры, отвечающие за сортировку и условия фильтрации, а он их разворачивает в URL, который понятен для RestApp. Как это происходит? Заглянем в метод Call. После проверок метод формирует переменную URL, включая в значение адрес портала и название функции RestApp. Добавляет параметр Auth, взяв значение кода авторизации и свойства AccessToken, куда мы его, как вы помните, сами и прописали выше. Затем вызывается метод ExecuteRequest, в который передается сформированный URL и массив дополнительных параметров, которые, как я уже говорил, зависят от конкретной функции RestApp. А метод ExecuteRequest, если говорить в целом, использует методы Curl для вызова Bittrex24, дожидается ответа в формате JSON, а обрабатывает ситуацию с возникновением ошибки и возвращает нам уже декодированный JSON. Вот и вся история. Еще раз коротко о принципе. Мы создаем экземпляр класса Bittrex24, который умеет формировать запросы к RestApp Bittrex24. Мы создаем нужные классовые обертки вокруг необходимых нам функций RestApp, которые будут обращаться к экземпляру класса Bittrex24, передавая ему название нужной функции RestApp и параметры. Тот, в свою очередь, будет формировать нужный URL для обращения к RestApp Bittrex24, а автоматически добавляя туда код авторизации. Затем будет получать ответ от портала и отдавать результат в виде массива PHP. Запустим нашу новую версию приложения и удостоверимся, что она работает. Мы дошли до счастливого 13-го номера примера, так что пора переделать наше приложение на PHP почти целиком, включая вызовы пакетных запросов. При этом, чтобы сейчас не переносить на уровень PHP и верстку выводимой информации, принимаем решение подготовить данные на уровне PHP, а вывод оставить на уровне JavaScript. Иначе мои и так уже не слишком короткие примеры превратятся в многочасовые лекции. Итак, сначала внесем правку в индекс PHP. Представим себе, что наш PHP-код уже содержит список участников рейтинга со всеми необходимыми данными, включая сумму сделок текущего пользователя и промежуточными результатами рейтинга всех прочих участников. А раз уже содержит, мы попросту формируем аналогичный массив на JavaScript, пользуясь для удобства обмена данными между двумя языками преобразованием из массива PHP в строку JSON, а из строки JSON в массив JavaScript. Дешево и сердито. Задаем также значение переменных currentUser и IDRating. Далее убираем лишнее из метода displayDeals. Теперь он уже вообще не получает никаких данных, а просто вызывает метод отрисовки интерфейса ProcessUserInterface и сразу вызывает метод сохранения рейтинга текущего пользователя SaveRatingData. Мы могли этот метод тоже перенести на PHP, но в данном случае, как мне показалось, удобнее процесс распараллелить, чтобы уменьшить время формирования индекс PHP. Напоследок, везде, где мы обращались к Ajax PHP, поменяем вызов на ApplicationPHP, рассчитывая, что теперь основной класс приложения будет заниматься всем подряд, включая запрос Ajax. Теперь идем в ApplicationPHP. Здесь в первую очередь поменяем код определяющий, должен ли наш класс сейчас получить основные данные для вывода в интерфейсе приложения или речь идет про какой-то Ajax запрос. Для этого мы заведем в нашем классе метод Start, который, помимо прочего, как раз и определяет, работает ли сейчас приложение в режиме Ajax или нет. Если работает, то вызывается метод ManageAjax, который я целиком и полностью перетащил из почвевшего в бозе файла Ajax PHP. Если же приложение должно получить основные данные приложения, мы вызываем метод GetData. Как определяется режим работы приложения? Мы просто смотрим, есть ли в параметрах команды Operation или нет. Это тем более важный момент, поскольку параметры авторизации, которые мы получаем обычным пост-запросом, отличаются от тех же параметров, которые мы получаем через Ajax. Поэтому в одном случае нам надо вызывать преобразование PrepareFromRequest, а в другом нет. Сложно сказать, что послужило причиной такого различия, но в данном случае нам просто приходится иметь это в виду. Как работает GetData? Фактически, метод представляет собой аналог всего того, что мы писали раньше на JavaScript. Мы получаем данные текущего пользователя при помощи класса Bitrix24User, потом получаем список участников рейтинга из собственной базы данных, обращаясь для этого к методу GetUsers. Затем формируем условие фильтра, AirDealFilter, для выбора списка сделок текущего пользователя, и добавляем команду в пакетный вызов при помощи метода AddDealListCall класса Bitrix24Batch. Затем формируем массив участников рейтинга и добавляем в пакетный вызов команду получения данных пользователя при помощи метода AddUserListCall того же класса Bitrix24Batch. Выполняем пакетный запрос и раскидываем полученные данные по массиву, который потом будем использовать в индекс.php. Не буду расписывать подробно класс Bitrix24Batch, вы сможете самостоятельно ознакомиться с его кодом, а при необходимости даже расширить его функционал нужными методами. Посмотрим в качестве примера метод AddDealListCall. Как вы видите, метод формирует вызов соответствующей функции RESTAP, передавай кроме обычных параметров и параметр Start. И это нужно для того, чтобы в конечном итоге наш пакетный вызов на PHP в случае списочных методов, к которым безусловно относятся и функция CRM DealList, получил полный набор данных. Запустим новую версию приложения, чтобы убедиться, что она не стала хуже, чем была до этого.